Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вам не кажется, что-то происходит с нашей планетой? Вокруг что-то, нечто и необычно появляется? Или кто-то утверждает, что это сверхсекретное оружие, которое создается, чтобы пугать людей и врагов? Но на самом деле странно даже происходит то, что мы с вами, друзья, привыкли видеть. Летающие неопознанные объекты стали за последнее время появляться на Земле. Ну ладно, не появляются. Так они еще и нападают на целые корабли, самолеты и даже приземляются рядом с городом. Это мы сейчас все увидим и это мы сейчас, друзья, узнаем. К чему я это все говорю? К тому, что все это, друзья, спланировано, спланировано необычными сетями, которые скрывают от нас. Вот, например, те моменты, которые появляются сейчас, это, скорее всего, летающие неопознанные объекты, которые нападают. Но не просто они нападают, а цель их очень интересная. Почему летающие объекты, НЛО или что-то еще, всегда скрывают от обыкновенных людей? Есть множество моментов, которые вы никогда не узнаете. Реальность, конечно, такова, что за последнее время были замечены почти 27 штук НЛО в одном только месте. И это было официально снимки со спутника. В этом месте что-то интересное происходило. И, кстати, множество людей, очевидцев, подписчиков считают иначе. Я не к тому, что это, друзья, обман или что-то еще. Я к тому, что-то здесь не чисто. И поэтому надо разобраться. Ведь множество наших подписчиков, людей и хейтеров, конечно, хотят знать правду. Но кто за этим стоит? Есть множество догадок о том, что это, скорее всего, сверхсекретное оружие нового поколения, которое создается. И много таких моментов есть. Но объяснить именно, почему это создается, никто вам не скажет. Но я хочу сказать только одно. Но я видел своими интересными глазами несколько удивительных моментов, которые вы еще в жизни не видели. Это тайное секретное оружие. Все называют его как возмездие или летающий диск. А есть и другие моменты, которые вы должны понимать, что за последнее время летающих объектов стало намного больше. Но вот очень интересный момент, почему они появляются именно в горах. Мы об этом говорили. Но я хочу сказать то, что в горах, друзья, на самом деле есть множество тайн, которые вы не знали. Ведь Третий Рейх зачем на Кавказ поехал? Просто погулять? Нет, друзья, есть множество таких событий, которые вам не расскажут. Но я вам попытаюсь. Знаете, что самое интересное? Что давным-давно люди поклонялись богами. И у каждой территории был свой бог. Вы все это знаете. У греческих, у других, я не буду сейчас все перечислять. Но вот и самый интересный момент. Как-то немцы узнают, что есть несколько удивительных артефактов, которые скрываются на Кавказе, в горах, которые уходят прямо под землю. И вот туда были отправлены специальная группа. И, кстати, если вы не знаете, это реальная история. Они находят что-то и запечатывают эту гору, можно сказать, пещеру. После этого они уходят, но они что-то захватили. Ведь множество гор скрывают тайны. Эти тайны могут быть по разным таким социальным сетям, быть закрыты. Я не к тому, что это, друзья, только начало нового мира. Я к тому, что мы готовимся к чему-то страшному. Почему тогда Германия создала ядерную бомбу, самые первые? Потом США, потом вы все знаете Россию. И вот происходят уникальные моменты. За последнее время нам как будто подарили что-то похожее на оружие. Я не хочу сейчас вас пугать, друзья. И я хочу вам рассказать эти необычные моменты. Ведь за последнее время летающих объектов стало намного больше. А вот кто за этим стоит, я, честно, друзья, не хочу говорить все секреты. Скорее всего, мы будем только понимать, что на самом деле от нас хотят эти пришельцы. Это звучит очень странно, потому что за это время мы могли видеть много. И ведь ядерные испытания резко-то закончились. Полет на Луну прям так резко-то закончилось. Вам кажется, это интересно и очень странно. Но моё мнение кажется, что-то здесь, друзья, не так. Ведь наши интересные моменты, которые заключаются в каких-то там событиях, есть огромная необычная тайна. Я, конечно, не хочу говорить про это, но я вам расскажу. Скорее всего, наша планета была Луна. Но это очень странно звучит. И, скорее всего, случилось так, что всё это мигом закончилось. Почему на Луне изнутри воронки такие большие? Вы можете сами это увидеть, друзья, если мне не верите. А летающие объекты, это как челноки. Нас перевозили с одного места на другое. Поэтому сейчас, друзья, наверное, что-то происходит наподобие. Ведь мы замечаем, климат меняется, а климат-то быстро-то уходит в какие-то необычные строки. Поэтому за последнее время можно знать много чего интересного. А самое главное то, что это всё, друзья, происходит...